Приветствую вас! Как ни парадоксально, проблема заключается в том, что вы описываете ее вкратце. То есть, проблема для вас настолько важна, что вы описываете ее вкратце. Следующее. Вы не понимаете мужской психологии, пишете вы. Мужскую психологию понимать вы не должны. Ну, хотя бы потому, что вы женщина. И понимать мужчин – это ваше право, но ни в коем случае не обязано. Другое дело, насколько вы понимаете себя. Свои желания. Насколько вы понимаете свою роль в отношении мужчины. Потому что есть у меня такое подозрение, что именно свою роль, именно свою роль, вы до конца не понимаете. Это такой момент. Далее. Вы пишете, что, значит, встречаемся мы год. Вам 37, и мы на 10 лет больше. Здесь сразу возникает вопрос. Чем обусловлен выбор такого мужчины? Почему вы выбрали мужчину, скажем так, старше себя на 10 лет? С чем это связано? То есть, то, что просто понравился, да, это не аргумент в данном случае. То есть, вы, когда с ним начали строить отношения, вы уже, наверное, предполагали, что человек, он, значит, ему 47 лет, да, то есть, он достаточно такой зрелый, достаточно такой уже осознанный, да, то есть, знает, что ему нужно, как ему нужно. Что он хочет. Вот, всё это он знает. И вы выбираете такого человека себе в мужчину. И вопрос заключается в том, на что вы рассчитывали, чего вы ожидали. Вот вы говорите, что он слушает только себя и свою маму, например. Да, неприятно, безусловно, конечно, но ведь он, как бы, уже взрослый, его уже не поменять, с его позициями, с его взглядами, их не поменять. Понимаете? Их не переделать. А вы такое впечатление, что хотите этого, то есть, хотите переделать его, хотите изменить, хотите сделать так, чтобы он был другим, ну, мужчином. А в свою очередь, это означает, что вы его таким, какой он есть, не принимаете. И это, на самом деле, очень серьёзная проблема. Дальше идём. На первом же свидании он сказал, что хочет семью и детей. И вас это не насторожило. Почему? Нас не насторожило, понятно. Потому что вы тоже хотите семью и детей. И наверняка, наверняка, вы не догадываетесь о том, что семью и детей хотеть нельзя. Потому что это не те цели, которые могут быть самодостаточными. Понимаете? Нельзя хотеть семью и детей. За семьёй и детьми всегда стоят другие желания человека. Какие-то. Другие потребности человека. Какие-то. Понимаете? От личных потребностей до, скажем так, общих социальных и так далее. Понимаете? Поэтому здесь вопрос задаётся так. Для чего вам семья и дети? Почему вы хотите семью и детей? Понятно, да? Что они вам должны дать, семья и дети, по вашему мнению? Так. Вы пишите, я тоже хочу семью. Ну вот, собственно, зачем, да? И зачем семья мужчине? Пока ничего не выходит. Вот тоже такой довольно интересный момент, как мне кажется, да? Вы хотите семью, но ничего не выходит. А по какой причине ничего не выходит? Вот как вы сами думаете? Вот. Ну и именно, именно вот в данном контексте. Вот вы говорите, что я хочу семью, но ничего не выходит. Почему? Ну, то есть, вы, наверное, пытались создать семью, вы, наверное, старались это сделать, да? Но не получалось, не получалось. Вот надо понять, почему не получалось создать семью. Почему хотели, да? Почему хотели, и почему не получалось. Потому что, ну, про то, что хотели, я уже сказал, да? Про то, что хотели, я уже выразил своё мысль, да? Про то, что, значит, хотеть семью нельзя. Как самоцель это не работает. Вот. Но то, что у вас не получалось, говорит о том, что вы хотели, вы пытались, вы стремились, но не смогли. Вот. То есть, здесь тоже нужно смотреть, какие действия вы совершали для того, чтобы создать семью. Ну, вообще, ну, чтобы просто скорректировать своё поведение, вот. Но нам тут нужна именно мотивация. То есть, снижение мотивации создать семью, вот так. Когда мы стали общаться, я узнал, что он приобрёл жильё, пока он живёт с родителями, но делает в своей квартире ремонт сам. И до этого ремонт и денег у нас масса разногласий. Лидия, ну, смотрите. Если у вас уже сейчас из-за его ремонта разногласия, да? Вот. Вот. Что, вот, как вы думаете? Ага. Ну, вот, сами, как думаете сами? Ага. Разногласий будет меньше у вас, значит, значит, со временем? Или будет больше? Как вы считаете? Вот. В чём разногласия именно ваши конкретно? То есть, вот, вы, эээ, вы, эээ, в чём неудовлетворение? Какие ваши претензии? Эээ, понимаете ли вы, что, эээ, давите на мужчину, на мужчину, ну, ага, таким образом. Как бы, оказываете на него давление. Эээ, таким вот, таким вот, эээ, образом. Вот. Понимаете ли вы это? Дальше, эээ, значит, следующее. Вы пишете, что, эээ, так, он не поехал со мной отдыхать на отпуск, куда, эээ, когда я предлагаю куда-то поехать, он отказывается мне денег идет ремонт. Смотрите. Эээ, то есть, вы, получается, как бы, обвиняете мужчину в том, что он не, эээ, не поехал с вами на отдых. Хорошо. Но на отдых-то хотели ехать вы, вы, не важно, на что он, эээ, там, тратит деньги, да, не важно, что он, эээ, там, делает, да, куда идут его ресурсы. Это не важно. Важно то, что вы хотели поехать на отдых, он с вами не поехал, вы восприняли это как что-то негативное для себя. Именно для себя. Вот. Это важный момент. Потому что, по факту, получается, что вы требуете от, ну, от него, от мужчины, вы требуете, чтобы он делал так, как вы хотите. Потому что это нужно вам. А, с трудом на два дня поехали, поехали в другой город, доплачивали все пополам, кроме еды, еду он взял на себя, говорит, что делает ремонт для будущей жены. Опять же, да, то есть, нужно понимать, как вы относитесь или относились к тому, что все пополам, да, то есть, ну, как вы это восприняли, что, вот, что вы все пополам, кроме еды. Откуда у него такое стремление, значит, создать семью, вот, поддерживаете ли вы такое его стремление, да, или вам это уже не нравится, вам это уже не по душе. Вот. Это тоже очень важный момент. А, дальше, я ему говорил, что жить в его квартире не буду, но хочу, что мы, если бы мы жили в месте, жили у меня. То есть, вот, опять же, да, момент, вы ставите ему условия, то есть, мужчина делает ремонт, мужчина вкладывает туда деньги, вы ему говорите, что жить не хотите у него. Опять же, право, жить или не жить, ваше, но требовать от него, требовать от него того, чтобы он соглашался на ваши условия, уже деструктивный фактор. Потому что, как бы, это не в вашей, эээ, компетенции требовать от него, чтобы он делал так и так, как вы хотите. Вот. То есть, вы таким образом обрекаете себя на страдания, на невроз и его в том числе. Вот, его в том числе. То есть, он, в том числе, ээээээ... Постоянно напряжение находится. И за того, что вы, от него требуете, эээ, что-то, а он, он как бы эээ, реализовать это не может, не может. Ну, не может, не хочет. Не хочет, в данном случае, не важно. Вот. Из-за чего вы расстраиваетесь, конечно. ну и так далее. Вот. То есть, понимаете, вы пытаетесь мужчину подстроить под себя. Вот. И я понимаю, почему вам 37, и вы, как бы, знаете, чего хотите, вы отдаёте себе в этом отсчёт, в том, чего вы хотите, я понимаю. Я понимаю, что вы знаете, как всё должно быть у вас, я понимаю. Но я также понимаю и то, что у мужчины есть своё представление на этот шефт, и вам оно не нравится. И как бы вот здесь будет лучше, если вы, опять же, для себя решите, либо вы принимаете это, либо нет. Так, значит, дальше. У меня ему нравится, но он хочет быстрее сделать всё у себя и переехать. А для чего? Может быть, он хочет иметь своё жильё, наконец? Нет. Вот. Опять же, вы непонятно здесь какую выбрали позицию. То есть, мужчина хочет жить у себя. Это его решение. Он не уступит. Вы готовы к этому? Готовы к тому, что он не уступит? Вы готовы, ну, как бы, на его условиях жить? А, вот. Знаете? Если не готовы, то всё, вы расстаётесь. Если не готовы, то всё, вам дальше не по пути с мужчиной. Знаете? Вот. Вот. А так получается, что вы вроде бы недовольны и в то же время его не отпускаете от себя. Вот. Вот. Вот это... Это... Это, на мой взгляд, уже ваше невротическое. То есть, семья нужна. Семью хочу. Вот. Боюсь, что мужчина уйдёт. Ну, потому что он... Правда может уйти, да? Вот. Не хочу его отпускать. Боюсь его отпускать. И из-за этого... Соответственно, страдаю. До того, что он не хочет его отпускать. Боюсь его отпускать. Из-за этого страдаю я и страдает он. Вот. А то, что я боюсь его отпускать, идёт мне нужна семья, за это я ответственность на себя личную брать не хочу. Они с вами выбирают всё для квартиры на свой вкус, моё мнение не спрашивают. А должен? Лидия. Должен мнение это спрашивать? А... Вашего? Он. Или как? Так. Если не спрашивать, значит, такой мужчина. Такой человек. Значит, вы не соответствуете его представлению о том, да? Какая у него должна быть женщина? Вы не хотите быть такой женщиной. Вы не являетесь такой женщиной для него. Дальше. Так. Поэтому я передом представляю, как я там смогу жить, если мне там не будет нравиться обстановка. Ага. Денег на отделку и вещи надо много, всё покупать с нуля. Имейте в виду, что если вы там будете жить, то всё придётся переделывать. И другого варианта вы не рассматриваете. То есть не идёте на компромисс. Добавить сейчас немного. Каждую копейку тратить на ремонт. Соответственно, нет денег ни на что другое. Ни на отдых. Сам место не назвали. Но вы поймите, Лидия, что это всё нужно вам. Этого всего хотите вы. Мужчина здесь пришёл. Мужчина своей проблемы. Вы либо соглашаетесь идти с ним по его проблемам. Либо отпускаете его. Ээээ. Так. Значит, об этом речи нет. О свадьбе. Эээ. Ну, я бы сказал, что пока на такие проблемы с жильём, у мужчины он не чувствует себя независимым, у свадьбы не будет. Кстати, а вы не обращали внимание на то, что мужчине сорок семь лет, он до сих пор не был, ну, сорок шесть, сорок шесть лет, до того, как стал с вами случаться. Ээээ. Ээээ. Не женат. Никогда не был женат. По какой причине? Вот. И что вас объединяло? Что вас объединяет? То есть, по какому поводу познакомились? Эээ. Дальше. Я предлагал сделать ремонт не спеша, а жить у меня. Но он хочет быстрее. Это его право. Все в этом плане решает сам. Это его право. Однако, при этом, тратит большие деньги на другие нужды, никак не связаны с ремонтом. Это его право. Лидия. Эээ. Что ремонт тормозит? Это его право. Это его ремонт. Лидия, поймите. Это его ремонт. Это его жизнь. Вы либо соглашаетесь с тем, как она идёт, либо нет. И если вы не соглашаетесь, то вы имеете на это право. Вы имеете право отойти, сказать ему, что извини, меня это не устраивает. Я так не хочу. И всё. Тогда мужчина решит для себя. Или он пойдёт вам навстречу, или нет. Так строятся здоровые отношения. Так. Купил, например, новый смартфон, новый телевизор. Сделал дорогой подарок своей маме на день рождения. И что? Когда я поднимаю вопрос, она обижнается и думает только о том, как приехать быстрее и всё, все остальное его не волнует. Так это нормально. Эээ. Вы спрашиваете, что я делаю не так? Что я делаю не так, чтобы что, Лидия? Вы хотите мужчину заставить действовать по-вашему? Тогда вам будет другой человек. Этот не такой. Почему в других парах мужчины совместно с женщиной решают вопросы жилья и ремонта? У меня всё отдельно. Потому что каждый из вас думает о себе. Вы думаете только о себе. Мужчины думают только о себе. И вы, вы не уходите от мужчины, который думает только о себе. А вы предназначаете требовать от него, чтобы он думал о вас. Правда в том, что если человек думает о себе, он не будет думать о вас. Тем более человек такого возраста. Таких лет. Понимаете? Вот. Ну и я бы обратил внимание на то, как у вас устраивались отношения с папой. Я бы на это тоже обратил внимание, потому что это важный момент. А ну мне так видится, потому что мужчина старше вас на десять лет, да? Вот. И, соответственно, это всегда определенные отношения с родителями. Ну а там всё. Надеюсь, что помогла вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.